Капитального ремонта давно требует одна из главных достопримечательностей Старой Руссы, знаменитая водонапорная башня постройки начала прошлого века. Несколько дней назад объект культурного наследия был выставлен на продажу. Необходим собственник, который вложился бы в реконструкцию. Впрочем, многих рушан взволновало неизвестие о продаже башни, а то, что вместе с ней новый владелец получит и права на земельный участок в центре. Алена Суфсина побывала сегодня в Старой Руссе и выслушала мнение людей. Она имеет высоту 50 метров. Было 4 этажа. Видите, он уже четвертый пропал. Ширина башни метр 25 сантиметров. Если бы мы вошли вовнутрь, мы бы показали, я всегда ребятишкам говорю, как будто в китайской стене. Расстояние от стены до стены составляло 5 метров 10 сантиметров. Зинаида Васильевна рассказывает о водонапорной башне всем желающим уже несколько лет. Для нее коренной рушанке это не просто памятник архитектуры. В ее детстве сюда еще ходили за водой в морозы. Весть о том, что теперь башня выставлена на аукцион, облетела Старую Руссу буквально за день. Начальная цена 389 тысяч рублей повергла многих в шок. Может показаться, что при средней стоимости квартиры в полтора миллиона четырехэтажная историческая достопримечательность оценена в копейке. Едины люди в одном. Продавать надо и как можно скорее. Наверное, глядя на него, можно точно сказать, что хозяин-то ему нужен. То есть, ну, это сама по себе. Картинка за себя говорит. Наверное, саму башню, наверное, надо передать в руки, чтобы в ней что-то появилось. Существовать пустая она, ну, в принципе, не может. Она, как минимум, должна сама себя содержать. Это, наверное, здравая идея. Местные жители давно мечтают, чтобы здесь открылся уютный ресторанчик, картинная галерея, в крайнем случае магазин. Но купить мало. По условиям аукциона новый собственник в срок до 2019 года должен отреставрировать башню. Проект был подготовлен еще семь лет назад. По самым скромным прикидкам обойдется восстановление памятника в 27 миллионов рублей. Если с продажей одной из главных достопримечательностей города Рушане уже почти смирились, то отдать в придачу за один рубль эту центральную площадь, на которой проходят абсолютно все праздничные мероприятия, они просто не готовы. 13 тысяч квадратных метров липовая аллея – излюбленное место отдыха родителей с детьми. Ее уже начали реконструировать. Обойдется обновление соборной площади в 120 миллионов рублей. Будет изменен профиль площади и будет покрытие создано из клинкерной плитки. Это глиняная обожженная плитка. Нет, это будет не асфальт, это будет цветная клинкерная плитка. У нее есть свои преимущества, достаточно дорогой материал. И вот кому достанется такое счастье за один рубль? И во сколько после этой сделки обойдется отдых в исторической части города? Рушаном. Эти вопросы сейчас будоражат умы каждого прохожего. И все боятся повторения печального сценария. В свое время нам говорили, когда продавали курорт, вернее давали в аренду, что и там будет все свободно, и все будет хорошо. Потом начали взимать деньги, потом перестали пускать горожан. Активные рушане жалуются и на информационный вакуум. По их словам, местные власти отмалчиваются и не идут на диалог с людьми. Разрушать стену непонимания приходится журналистам. В правительстве области поясняют, прежде чем паниковать, стоит внимательно изучать документы. О продаже участка речи не идет. Да и один рубль лишь условность. В силу земельного кодекса не может быть отмежован земельный участок. И с победителем аукциона будет заключен договор аренды со множественностью лиц. И аренная плата будет рассчитываться в зависимости от того целевого назначения, которым будет использоваться вот это здание. Никаких проходов, никаких ограждений там установлено быть не может, потому что это, еще раз повторяю, земли общего пользования. На таких условиях в Новгородской области уже продано более десяти объектов культурного наследия. Усадьбы, в Усть-Волны и Тихомичах, Кардегарде и на Большой Санкт-Петербургской, бывшие торговые ряды на улице Ильина. Все эти объекты обрели хозяина, который поддерживает их в надлежащем виде. Впрочем, есть и другой вариант развития событий, который всерьез рассматривают рушане. 400 тысяч рублей, не такая большая сумма. Скинуться всем миром и не отдать объект культурного наследия в чужие руки. Собрать документы необходимо до 13 июня. Сам аукцион состоится 20 числа. И кто знает, может это будет первый в истории новгородчины факт, когда владельцем достопримечательности станет общественность. Алена Савтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.